Ну что, счет сравнялся полтора на полтора, но в общем было интересное зрелище. Так, Ян снова хлебнул водички, вы знаете, ну это кстати хороший пример заразительный, я тоже хлебну чайку. Итак, у нас снова лондонская система с таким гибрид с Грюнфельдом и снова белая пешка с H2 уже перешла на G6. И вот Ливона Ронян демонстрирует свою домашнюю подготовку, видно что схема специально под Яна Непомнящего, заточена. Буквально заточена, потому что вот эту реакцию Яна Непомнящего на Лондон, G6, Сон, G7, мог бы предсказать даже самый-самый бестолковый прогнозист. Не нужно быть, так сказать, Нострадамусом, не нужно быть специалистом шахмата, чтобы понять как будет развиваться Ян. Ну, все-таки у Яна есть такие предпочтения. Итак, белые схватили пешку на C5 и по сути это самая настоящая реальная жертва пешки. Можно взять на B6, ферзь B6, но потом конь C6, E5. У черных, конечно, будет серьезная контр-игра. Ну, и вот здесь, в данной ситуации, может быть, неустроенность белого короля будет иметь определенный вес, определенную, так сказать, ценность. Но вот что мы видим? Ливона Ронян тратит больше времени, а Ян, судя по всему, что-то вспомнил. Вы знаете, игроки иногда, когда они разогреваются, постепенно входят в матч, иногда играют несколько партий. И играют не то, что они задумали, а потом начинают припоминать. Ах да, мы же это смотрели, например, с Володей Поткиным на сборах, да, так думает себе Ян. И здесь надо играть иначе. И вот он демонстрирует это. ЦБ принципиально идет Ливон Ронян. Видимо, на ферзь B6 он собирается ответить конь D5. Да, ферзь B6. Ну что, а если цапнуть на D5? Ну, не решился. Не решился. Там, наверное, ферзь B2 был и какие-то. Конь C6. Вот никакого внимания на пешку D5 не обращает. Не помощи, смотрите, как он играет быстро, ловко, очень энергично. Угрожает E5. Сейчас просто Ладья D8. Да, и все равно где-то E5 может проскочить. Ну, вы знаете, очень нелегко сдержать такой прессинг. Может быть, конь E5 пора играть. Я не знаю, как-то надо просто подсушить позицию белым, потому что иначе они попадут под разгромную атаку. Конь E5. Так, вот это уже интересно. Размен на E5 явно в пользу белых. Тогда они будут контролировать пункт D4. А если сразу D4 вмазать, а? D4 вот так сразу по приказу, да? Там, конечно, на G4 висит, а тут на C3. Ну, вот это актуально. Если сыграть слон E2, наверное, конь E2. Так, 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 так. Вот позиция сейчас критическая. От одного точного решения зависит буквально весь ход дальнейшей борьбы. Если Ян сейчас найдет верное решение, то у него будет сильная инициатива. А не найдет, может оказаться просто без пешки. Так, что посмотрим. Так, что у нас по времени? По времени я имею в виду вообще формат нашего матча. Уже 40 минут соперники поиграли, так что им осталось примерно 50. Я имею в виду с контролем 5 плюс 2. Вот. Ну, а на часах вот мы видим, что Ян, не помнящий, задумался аж на минуту. Ну, имеет право, конечно. Так, разменялся на E2. Так, ну что, что у нас дальше? Конь E4. Ага, слон с G7 вступает в бой. Так, вот у меня спрашивают мое мнение о Крамнике. Похоже, он пролетает мимо турнира претендентов. Ну, дорогие друзья, немножко не в тему, конечно, вопрос. Но давайте дождемся окончания турнира Кубка мира в Тбилиси. Вот один раз уже у Володи Крамника была такая ситуация. Ну, и вот был Кубок мира в Тромсе, где Владимир Крамник вошел в финал и даже выиграл. Вот. И тем самым обеспечил себе место в турнире претендентов. Почему бы и в Тбилиси не осуществить тот же трюк? К тому же на Кубке мира Крамник, если он выиграет несколько классических партий, то есть не на тайбреке, а в серьезных партиях, он еще повысит рейтинг. А с учетом того, что Уэсли Со в последнее время действует неудачно, я очень надеюсь, что и Уэсли Со по рейтингу, по среднему рейтингу 2017 года Крамник сумеет опередить. А может быть и Фабиано Круано нам поможет своими неудачными выступлениями. Так что интрига сохраняется. Я очень желаю Владимиру Крамнику все-таки попасть в турнир претендентов. Без него, конечно, это будет неинтересно. И это, кстати, касается и Ливона Роняна. Потому что Ливон Ронян сейчас действительно находится на подъеме, играет блестяще, выигрывает супер-турниры и регулярно обгоняет Магнуса Карлсона. И как без такого человека представить себе турнир претендентов? Причем к последнему рейтингу у него уже нет никаких шансов попасть в турнир претендентов. Стало быть, остается только два варианта. Первое. Выйти в финал Кубка мира. Вот видим, что черные захватили центр, есть определенное давление, но пока не видно цели, не видно конкретной мишени. И вторая возможность, ну, собственно, как и в прошлый раз, если именно Армения станет спонсором турнира претендентов, ну и тогда номинантом страны-организатора будет, конечно же, Ливон Ронян. Так, конь Ж3. Забавный довольно слоник на НЖ2, да? Опять-таки похож на пешку, но если произойдет размен на Ж3, и этот слон резко оживает. Вот именно поэтому Ян сохраняет коней на доске, и пусть этот конь на Ж3, а вместе с ним его собрат на НЖ2, живут долго и счастливо. Ну, пока можно будет пешку толкать, аж может быть прорыв в Д4. В общем, небольшая компенсация, определенная компенсация ученых все-таки имеется. Давайте смотрим на циферблат. Абсолютно равные показаниям часов. Соперники играют достаточно быстро, ритмично и так далее. Так, ну вот насчет трансляции, насчет видео и звука, вот некоторые наши зрители пишут, все супер, трансляция летает, и, соответственно, и видео, и аудио, все вовремя происходит. Так что, если это происходит, дорогие друзья, стало быть причином в вашем интернете, в вашем компьютере, где-то, как говорится, рядом с вами. Так что, извините, тут я ничем помочь не могу. Итак, черные порвались путем Д4 и обозначили свои агрессивные намерения на пункте Ф2. Другое дело, что пробить его нелегко, непросто. Может быть, какая-то пешка А2 при случае подвиснет. Сейчас ферзь Д5. Ф3. Так, Ф3. Ну, в какой-то степени, с одной стороны, пешка перестала быть слабой, с другой стороны, приоткрываем король К. Ну, что сказать. Ну, что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Конь А4. Вот это, кстати, правильно. Пока белые фигуры сгрудились на королевском фланге, надо пощупать ферзевый. Если Б3, то Конь С3. Заползаем туда. Отличный ход. Отлично играет Ян Непомощий. Ну, и Ливон Аронян, конечно, тоже молодец. Потому что вот это давление черных, он постепенно, потихонечку пытается нейтрализовать. Б3. Ну, Конь А3 надо отправить, наверное. Ладья Е1. Там у белых, кстати, появляется, знаете, какая идея? Ладья Е1 и, наверное, Конь Е4. Вот такая идея. О, Конь Д5. Блестящая перекрутка коня. Молодец, браво, Ян. Теперь Конь собирается отправиться на Е3. И что, да нельзя огорчит и Ладью Е1, и пешку на С2. Ну, у белых, правда, тоже появился повод для оптимизма. Потому что Конь на Е4 стоит надежно. Так, ферзь бьет Е4. Не проходит у нас? Нет. Взяли, взяли, взяли. Не хватает бойцов. Так, на С2 защитили. Да, то есть белые стоят надежно, крепко. Но, в общем, по-прежнему трудности у них сохраняются. Вопрос только в том, как черным усилить давление. Не так уж это легко. Меня спрашивают, Сергей Юрьевич, куда делся Морозевич? Вроде очень перспективный шахматист был, а куда-то пропал. Знаете, Александр Морозевич никуда не пропал. Ему сейчас 40 лет исполнилось. Вот. Просто он в супер-турниры не попадает по объективным причинам. И рейтинг у него низкий. Но я уже много раз говорил, это не секрет. У Александра Сергеевича были определенные проблемы со здоровьем. И поэтому, в общем, в какой-то момент он выбивался из шахматного ритма. Ну, а сейчас он увлекся игрою в ГО. Сейчас у Александра Морозевича новый период. Да, он играет даже в турнирах в ГО. Но играет очень чрезвычайно глубоко и вековечно. Так что, действительно, ну, в свое время я знаю, что второй чемпион мира, Эммануил Ласкер, тоже увлекался в ГО и целый год занимался. Ну, пытался как-то достичь в ГО гроссмейстерского уровня. Потом зашел в один клуб, ГО, и попытался, ну, решил поиграть там с мастерами. Ну, в общем-то, встретил обычных клубных игроков, которые стали рвать нашего великого шахматного чемпиона на части. Но в игру ГО. Просто стали его рвать и говорить, ну, вы, конечно, неплохо играете, но, в общем-то, вам еще многому надо учиться. И Эммануил Ласкер, его энтузиазм куда-то пропал. В общем, поверьте мне, друзья мои, что каким бы гениальным ты ни был шахматистом, быстренько научиться играть сильно в игру ГО очень-очень тяжело. И Александру Мазевичу, видимо, тоже пока это не удается. Так, ну что, хорошо защищается Аранян, но вот ходом конь С4 он предлагает упростить позицию ценой ослабления пешечной своей цепочки. Ну, вот размены, размены, можно, наверное, черными сыграть ладья С8, попытаться все съесть. В принципе, должна уравняться позиция. Оп! Но ходом Аш3 Ян решительно возражает. Он собирается добраться до пункта Ф3. А что на слон Е5? Ну, это осталось уже в прошлом. Ладья Е4. Крепко, крепко, надежно играет Ливон. Вот, знаете, по белым полям такую стену выставляет. Опа! На АЖ даже не бьет, король, Ж2, как я ожидал. Слон Е5. Так, ладья Ф3 нет хода, да? А если ладья Ф5? Ну, там, видимо, пешка на Д4 теряется, да? С шахом-то чем? Берем на Ж7, ферзь бьет Д4. Похоже, белые все-таки оставляют себе лишнюю пешку. По меньшей мере, одну. И определенные шансы на победу возникают у армянского гроссмейстера. Ну что, чем бить на Д4? Ферзем? Ну, Ферзем, знаете, шах сам по себе. Настолько привлекательная штука в блице. Ну, просто потому, что у соперника остается мало. Небольшой выбор. Так, куда расположить короля? Куда его поставить? На вертикали аж его достанет ладья. Наверное, на Ж8 надо играть, я так подозреваю. Потому что идти на Ж7, там еще ладья Е7 надо считаться ход. Ну, в любом случае, белые полностью обезопасили себя. Пешка на Ж2, конечно же, не жилец. Ее черные обязательно, белые обязательно приголубят. Ну, вот они. Вот два козырька у белых. Пусть это не самые веские козыри, но в грядущем ладейном окончании они могут оказаться довольно весомыми. Так, смотрим на время. Минута 17 у Ароняна, меньше 40 секунд у Яна. И, в общем, российский шахматист испытывает определенные трудности. Ладья Ж5. Ну, вот шах. Шах это всегда завлекательный. Ну что, ладья Ж4, наверное, надо играть. Нет, король Ф1. Смотрите, какая-то идея у Яна гораздо более глобальная. Может, король пойдет в центр? Может быть, центр ему будет просто лучше, чем в районе вертикали Ж. А что, это интересно. Ну, так или иначе, пешка на Ф3 слабая. Вот главная неприятность. И к этой пешке черные собираются приставать. Ну, и к тому же Ян, по ходу дела, всегда хочет иметь в запасе шах на Аш1. Но угрожает матное поле Ж7. Поэтому приходится меняться. Опа! Иземнута пешка на А7. Вот сейчас, вы знаете, у меня растет такое ощущение, что положение черных становится проигранным. Ну, потому что две лишние пешки, это еще было куда-нибудь. Это было не так смертельно. К тому же, они были сдвоенные и слабые. Но три пешки, как бы слабые они ни были, это все-таки серьезно. Другое дело, что непомнящие постоянно, постоянно нагнетают какие-то угрозы. И Ароняну приходится держать ухо востро, чтобы что-нибудь не зевнуть. Так, ну, такой вопрос, Сергей Юрьевич, как вы относитесь к карьере Роберта Фишера? Ну, вопрос слишком общий. Ну, понятное дело, что я восхищаюсь Робертом Фишером и знаю его карьеру очень хорошо. Читал книги, изучал партии. Ну, как можно относиться? Ну, как хорошо отношусь. Молодец, Бобби Фишер стал чемпионом мира. Так, король пошел на Е2, отступать на Ж2 нельзя было, там Ферзь на Ж1 внедрялся. Ну, что, Ян, Ферзь Ж1. Ну, таким образом, пост он защищает пешку Ж6, но, сдается мне, что не создает каких-то серьезных угроз. Сейчас белые могут даже просто продвигать пешку вперед. С5, потому что брать на С5 нельзя. Шах-шах и взяли эту лазью. Ферзь Ж4. О, толковое решение, если, конечно, никто ничего не зернул. Стоп! Так это же Зевок! Нет, смотрите, на Ферзь Ф2 играем Ферзь Ж6, Ферзь Ф6 и забираем ладью. Сейчас пошла очень яростная, очень интересная тактическая борьба. И здесь, вы знаете, качество счета имеет первейшее значение. А еще нужна скорость, друзья мои. 20 секунд у Роняна, король Д4. Смотрите, король-то как у нас идет вперед. Подвисает и ладья, и пешка на Ж6. Яну очень тяжело. Похоже, он остается без четвертой пешки. Ну, как говорится, для хорошего человека ничего не жалко. Ну, тут самый главный, конечно, вот королек на Д4. А8 где-нибудь попадет под удар. Так, давайте смотреть. Ферзь С6, наверное, надо сыграть. И на ладья Д7, король С3. Король С5. Куда идет король большой секрет? Вот это, кстати, весело. Ну, в Блице еще есть какие-то шансы. Так, ну, Ферзь идет на А3. Это я вам скажу безо всяких сомнений. Ферзь Ж6 и... Ну, близко к выигранной для белых должно что-то найтись, конечно. Ну, размен Ферзей, к примеру. Ферзь Ф4. Но это не размен Ферзей. Ферзь А3. Ой, а вот тут Ливона рискует. А не зевнул ли он, друзья мои? Ладья-то развязана. Сейчас белый король получит Тумаков по полной программе. Ой, как опасно. По-моему, вечный шаг как минимум. Подождите, а не проигрывают ли белые-то вообще? Так, король С5. Где-то он может даже найтись победа. Так, а если король Б4 и спрятаться? Ну, вот Ян имел вечный шаг, друзья мои. Вот сейчас сказалось, наверное, азарт. Азарт молодого бойца. Он мог поставить вечный шаг. Ферзь А5, Ферзь А6. А сейчас это не так просто. Ох, Ян, Ян. Ну, что же ты не поставил вечный шаг? Без четырех-то пешек. Почему? Ну, необычайно, конечно. С одной стороны воля к победе, с другой стороны воля к поражению. Ладья Ф4 сейчас просто проигрывает. Ну, Ян, ну что же ты наделал? Ну, как так можно? Как так можно? Ну, да, просто получает матешник. А, ну, даже не матешник. Просто происходит переход в Ферзь в окончании без четырех. Ну, да. Но тут Ян совершенно не прав, друзья мои. Ну, там я понимаю, что тебе очень хочется выиграть. Но без четырех пешек, если не видишь четкой победы... Вот если бы видел, ладно, хорошо. Уговорил, но там все-таки надо было ставить вечный шаг. Ну, а сейчас технически выиграно, элементарно выиграно окончание для Белки. Так, элементарно. Так, ну, правда, еще Ферзь, конечно, пошахует немножко. Ферзь в 8, Король С7. Так, Король Б6. Ну, вот и шахи кончились. Вот и шахи кончились. Сейчас пешка С отправится вперед. Да, Белые победили. И так сдался Ян Непомощный, но сам виноват.